Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Наш сегодняшний собеседник – фотохудожник Иван Иванович Жук. Добрый день, Иван Иванович. Добрый день. Мы находимся в самом центре Москвы, в фотоцентре на Гоголевском бульваре, где завершается ваша выставка «Русь православная, 21 век». Расскажите, пожалуйста, как создавалась эта выставка, как собирались эти образы? Ну, как начиналось это выставка? Я, вы знаете, сам по себе закончил в ГИК, кинематографист. И когда долгое время никаким образом мои фильмы, так сказать, мои сына не шли, они до сих пор не идут, я приехал, мой сын родился, это было 20 лет назад, и мой старый друг, которым мы познакомились, когда еще учился в ГИКе, он сейчас был уже директором просворной в Москве, он пригласил меня заработать сына на пеленке здесь приехать. Я приехал зарабатывать сына на пеленке, и вот уже 20 лет работаю трудником, просворником Свято-Данилова монастыря. Естественно, так как я человек творческий, то просто сидеть и ничего не делать я не мог. За эти годы я написал ряд сценариев, которые получили призы на православных киноконкурсах. К сожалению, пока еще ничего не снималось, православных. И, естественно, так как я с детства занимался фотографией, я начал фотографировать. Сначала мы просто пофотографировали немножко наших монахов, а потом я посмотрел, что, в принципе, и все трудники, которые работают в монастыре, они тоже очень интересные люди. И, в принципе, в наше время, когда Мамона борет, и все там стараются зарабатывать большие деньги, тут собрались люди, которые ничего особенно не собираются зарабатывать, работают просто ради Бога на Данила Московского, и никогда ничего не заработают. То есть они тихие, спокойные. И их образы на этой выставке тоже представлены. Как долго создавалась эта выставка? В принципе, она собиралась уже 12 лет. То есть я-то фотографирую достаточно неспешно. Фотографии, они появляются как-то сами по себе. Более того, я могу сказать, что фотографии требуют, ну, как и всякое искусство, требуют какого-то внутреннего подъема, внутреннего состояния, потому что если ты не будешь в этом состоянии, ты этих людей не увидишь, да они тебе не откроются. То есть ты должен быть сам, соответствовать людям, которым ты фотографируешь хоть немножко. Иначе они не будут с тобой общаться. Поэтому, естественно, я стараюсь до сих пор жить по православному, и фотографировал, и фотографирую, и, более того, стараюсь фотографировать только это, а не что там, я не фотографирую свадьбы, я не фотографирую какие-то вещи, только фотографируют православные лица. И мне кажется, они иногда удаются. Как много образов уже создано? Ну, уже существует 150 где-то фотографий. Это может быть не так уж много, но больше не получается. Как уж получается. Кто ваши герои, как вы их находите, или они вас находят? Ну, я думаю, что когда живешь православной жизнью, то в первую очередь это герои моей внучки, скажем, моя жена, мы работаем на просворни, ребята с просворни, потом служители монастыря, храмовые служители, потом, естественно, узнаешь о каких-то подвижниках благочестия, ездишь к ним, фотографируешь их, так сказать, патриаршего духовника отца Ильи Ноздрина, или отца Иоанники в Ивановской области фотографировать ездил. То есть узнаешь известных людей, именно подвижников, и стараешься их сфотографировать. Или, скажем, матушка Фомаида, которая уже 11 лет живет на родине Макария Калязинского, одна в доме, в заброшенной деревне возле полуразрушенного храма. Ну, такие люди не на каждом шоу случаются, и с ним хочется поехать, пообщаться, и чем-то, так сказать, напитаться. Как вы меняетесь, создавая эти образы, общаясь с такими подвижниками? Вы знаете, это очень тяжело сказать, как я меняюсь, потому что это, наверное, только внешне заметно. Дай бог, чтобы я не менялся худшему, вот все, что я могу сказать. Я стараюсь, ну, чтобы соответствовать, и чтобы мне было не стыдно их фотографировать. Вот все, что я могу сказать. Иван Иванович, давайте немножко расскажем, где уже была представлена выставка, это же не первая экспозиция, и какие планы, может быть, на будущее? Ну, первая выставка, она была вообще чудесным образом в городе Железнодорожном. В свое время, это семь лет назад, туда приехал американский монах Герман Подмашинский. Это сатаинник Серафима Роуза. И так как он был тогда немножко в опале, в Русско-израбажной церкви, то в Москве ему не дали, так сказать, где выступить. А он достаточно хороший проповедник, миссионер. И единственное место, где его дали возможность выступить, был голод железнодорожный, небольшое кафе на территории строительной базы. Там православный человек, директор АТК ФИИД, Герман Подмашинский выступал там около трех месяцев, рассказы о американском монашестве, о Серафиме Роузе, о их дружбе. Достаточно много было интересного рассказано, и он очень интересный человек, поэтому было его интересно слушать. Перед Пасхой я принес, захотел его сфотографировать, естественно, принес фотоальбомчик, показать, что вот как я фотографирую, чтобы он согласился сфотографироваться. А он наотрез отказывался сфотографироваться, у него и шас, и он говорит, я все время получаюсь некрасиво, у меня рот открыт. Я говорю, я сделаю ваш хороший портрет, вы не волнуйтесь. Отец Герман Подмашинский, посмотрев фотографии, он обратился к представителям прессы и сказал, давайте на этого фотографа нужно, так сказать, печатать. Они сидели, улыбались и не обращали внимания, так сказать, на стариков. Он говорит, ну это не важно, будете его печатать или не будете его печатать. Дело в том, что эти фотографии хорошие, фотограф достаточно хорошие, поэтому выставка пойдет и будет и в Доме кино, и в Манеже, а потом она пойдет по России, и за рубежом. Ну и все сидели, это было очень смешно слушать, потому что какой-то кафе в городе железнодорожном, какой-то старик стоит, что-то говорит. Но дело в том, что через полгода эта выставка действительно произошла и в Манеже, и в Доме кино, потом ее пригласили буквально с Манежа, ее пригласили в администрацию президента, потом она поехала по Руси, и в то же время у меня был друг, скажем, в Италии, в городе Барри, она пришла в Барри, там как раз появился отец Андрей, новый настоятель русского православного храма, он эту всю выставку купил, он вот так вот приехал и купил, и теперь эта выставка висит в баре, в гостинице православной, то есть практически это небольшой мой музей в городе Барри, возле мощей Николая Мирликийского. Вот, после этого выставка была в Берлине, и вот где-то в феврале следующего года, она, если все будет было получено, она уже побывает в Лондоне. То есть таким образом пророчество Германа Подмошенского как потихоньку так сбывается. Иван Иванович, мы стоим возле центральной части экспозиции, может быть, возле центральной работы, которая представлена здесь на выставке. Расскажите, пожалуйста, о замысле этой работы. Сначала, когда я начал фотографировать свои работы, то окрылял и, в общем-то, вела меня мысль Достоевского, высказанная 200, можно сказать, лет назад. Он сказал, что вне православия русский человек дрянь, хуже, чем ничто. Вне православия русского человека просто не существует. И мы видим, как только русский человек отходит от православия, его называют то советский человек, то, как сейчас россиянин. В слове россиянин явно слышится слово рассеяние. То есть те люди, которые пытаются смешать православие с другими религиями, которые пытаются насадить у нас религию мамон-латрии, то есть пополнение мамоны, они нас и не называют русскими, они нас сразу называют россиянием. И я хотел сказать, что Россия стояла, стоять будет до тех пор, пока стоит русское православие, пока мы, так сказать, стараемся жить в православной вере. Для этого, ну для этой нехитрой мысли выбрал, в общем-то, русские святые, которые уже доказали, что они уже вышли в небесное отечество. Слева на фотографии часть народа XIX века, это прекрасно русская фотография Дмитриева, часть фотографии, а справа уже люди XXI века. Их всех объединяет, вот Кирилл Павлов, человек, который в свое время, если он, в общем-то, и до сих пор возглавляет нашу борьбу православную, самый стойкий у нас, как бы, старец, который в свое время сказал гениальную фразу, что сначала дадут ИНН, потом, так сказать, паспорт электронный, а потом печать на лоб. То есть его, к сожалению, до сих пор не слушают, но православный народ прислушается к мнению. Поэтому для меня он олицетворение, так сказать, православной стойкости. И я в этой фотографии центральным образом ввел его. Давайте немножко расскажем о технике вашей работы. Потому что где-то это простые, обычные, скажем так, по технике фотографии, а где-то сборный, калаш. То есть как это создается? Ну, вы знаете, вот недавно в Москву, по-моему, в прошлом году, приезжал такой достаточно выдающийся английский фотограф Вилкин. И когда ему спросили, что фотография, все-таки, почему у вас такие сборные фотографии? Он говорит, фотографии, как и любое другое искусство, это, во-первых, искусство мысли и чувства. То есть человек должен понять, что он хочет, какой образ он передает. А образ, который передается, хочется передать художнику, он не всегда, можно его сфотографировать одним с челчком. То есть он получается соборным. Лишь бы мысль была не коллажная, а настоящая. Вот если мысль рождается, оформляется, и тогда, естественно, уже находишь эти средства фотографические, каким образом эту мысль можно донести до зрителя. Здесь, естественно, коллаж. Ну, я старался, так сказать, все это передать в одном тоне, в одном настроении. Я думаю, что более-менее, ну, как мне кажется, мысль получилась ясная. Некоторые зрители на этой выставке, они упрекают меня достаточно прямолинейности мысли. Но в наше мутное время, когда все критерии пытаются замутить, я думаю, что как раз этой прямолинейности многим не хватает. Это не прямолинейность, это как в Евангелии. Сделайте прямыми, пусти Господи. Понимаете? То есть мы должны в сердце своем эту прямоту как бы открыть и сказать, что все очень просто. Нам все время говорят, что можно там совместить Бога и Смамоны. А в Евангелии явно сказано, нельзя совместить. Иначе одному будете служить, а другого будете пренебрегать. И когда наши православные пытаются это совмещать, то зачастую получается, что просто предательство православия. Иван Иванович, мы сейчас стоим возле работы, которая называется «Русь державная». Такая сложнопостановочная работа, здесь много символов. Если можно, поясните, что это за символы и что в целом вы хотели сказать этой работой. Мысль уже не мной сказана, она проговорена в начале 20 века, когда совершилась революция. Вы же знаете, когда совершилась революция, и наша национальная власть рухнула, то сама Богородица взяла как бы покров над Россией и дальнейшее ее сохранение. То есть Русь державна, держава сейчас в руках Богородицы. То есть весь этот либерализм, который пришел в 19 веке, сделал первую революцию, и потом вторую революцию уже сделал в 90-е годы 20 века, он направлен на то, чтобы размыть Россию, разрушить ее. И только православие и та же Богородица держат Россию в целости. Тут я показываю, что пришли бесы, был сверженый Николай II, естественно, потом сверженый советская действительность, которая была хотя бы теистическая. И сейчас мы на прямом пути находимся к антитеизму. Что это такое? Противоложностью Библии названа Мамона. Мы сейчас строим так называемое рыночное общество, где все продается и покупается. И противовес этому рынку может быть только православие. Как в свое время сказал старец Паисий Афонский, до 90-х годов, до 80-х годов еще можно было оставаться порядочным человеком, не будучи религиозным. Сейчас сами силы мирового зла, они религиозны. И для того, чтобы им противостоять, нужно только религиозное сознание. Потому что атеисты сейчас совершенно беспомощны в этом состоянии в нашем мире. Поэтому я напоминаю, что при всей разгромленности России в данный момент, даже Руси, потому что Украина не уменем разгромиться, если не большим, все-таки народ не оставлен. Народ не оставлен небесными силами, и Богородица как бы за нами следит. Вторая работа, которая висит буквально здесь рядом, она посвящена именно 400-летию дома Романовых. Работа незаметная, называется «Последний русский царь. Младенчество». А работа о чем? Что последний русский царь по преданию это будет с династии Романовых. Вот Николай, последний русский царь, который святой. И предизбран он будет тоже по преданию самим Иоанном Богословом. То есть все знают, что на небо были взяты точно два человека живыми, это Илья и Инох. Но так как Иоанн Богослов, его тело никто не находил, то считается, что он тоже взят на небо. И в последние времена, когда будет уже царствовать Антихрист, то Илья придет к своим, к иудеям, Инох придет к язычникам, а Иоанн Богослов придет к нам, к остатку православных, верных. И он предизберет русского царя. Сейчас у нас все время идут разговоры, как избрать царя. Некоторые даже в пути не видят русского будущего царя. Это очень смешные, наивные разговоры. Потому что мы еще не дошли до того краха падения, когда мы поймем, что Мамону нужно победить только религиозным сознанием, а вот этот раздрых, который надо внутри себя как бы сцементировать, опять же, приходом к Богу. И вот у меня на этой фотографии изображено, народ как бы заглядывает в окно, пытается увидеть уже рожденного царя. Ну, еще царь и родится, она не в детородном возрасте, она играется в куклы. Мы играемся пока в куклы будущего царя. И наша действительность еще не заставила нас по-настоящему уверовать то, что национальная власть, национальный, так сказать, лидер, способен, он единственный способен вывести из того плачевного состояния, в котором мы находимся, как страна, разрушаемся. Иван Иванович, мы стоим возле работы, которая называется «По пути Анны Дамаскина». Она выполнена в таком очень английском стиле. Расскажите, как создавалась эта работа? Как я уже сказал, на родине Макария Калязинского живет одинокая монахиня, вот уже 12 лет, матушка Фомаида. Она периодически пишет духовные стихи. Так как там света нету, то она попросила мне найти машинку, чтобы перепечатать свои стихи. У меня была старая моя машинка «Юнис», которая была при советской власти практически у каждого интеллигента в Москве. Я ее привез и решил сфотографировать. Когда посадил я эту машинку, я увидел этот красивый пейзаж, он мне очень понравился, и сфотографировал тогда. Потом в прошлом году, если вы знаете, было 60-летие правления королевы Елизаветы в Англии. Ну и я решил ей подарить какую-нибудь свою фотографию. Посчитал, что это самое, самое, так сказать, в английском стиле. Я напечатал эту фотографию, узнал через интернет адрес королевы, и прямо во дворец я подослал эту фотографию. И совершенно надеялся на какую-то отписку обычно английской королевы, всем что-то отвечает. Ну, обычно это администрация королевы отвечает. А тут я получил письмо от одной из фрейлин королевы, который был конкретно по поводу этой фотографии. То есть я в этой фотографии сравнивал английскую королеву с простой русской монахиней. Я говорил, это как два крыла, которые держат наш мир от полного падения. Это монархический способ правления, ну, в Англии немножко, скажем, искаженный. И монашество, так сказать, служба небу. И английская королевна не только не обиделась на это сравнение с простой русской монахиней, она поблагодарила меня за такое сравнение. Иван Иванович, мы стоим возле работы, которая называется «Не бойся, малое стадо». Она была судна, насколько я понимаю, не так давно. Казалось бы, прошло... Восемь лет назад. Восемь лет назад, но уже прошло много времени. С начала 90-х уже вовсю шло возрождение православия на Руси. И все-таки до сих пор малое стадо. Почему вы так видите? И что это за образ? Почему вам кажется, что мы, как православные, представляем собой именно малое стадо? Ну, если в мировом масштабе, мы совсем малое стадо. А если в объеме России говорить, мы при всем, так сказать, номинальном считании, что мы 85% православных, по-настоящему воцерковились и живут церковные жизни процентов 5-7. Поэтому к этим людям в первую очередь обращается мой, так сказать, голос и этот образ. Он говорит о том, чтобы мы все время помнили, что небо с нами. То есть я, когда был во Владимире, вот эту фреску сфотографировал, я сразу подумал, что вот эта поддержка нашим православным необходима. Потому что наш телевизор, хотя там работает не так много народу, но это немногое количество народа, оно делает как будто в эфире одни неправославные. То есть и тем православным кажется, что они находятся в гетто. И вот они все время сомневаются, они стесняются своего православия. Они не идут, как Христос и его, так сказать, апостолы, и не несут православие в жизнь. Они говорят, ну вот мы пришли в храм, и нам хорошо будет здесь. А это уже неправильно. Мы должны как бы своей жизнью, своими работами все время как бы нести православие, рассказывать о нем. И поэтому я попытался вот нашему, этому малому стаду православных сказать, не надо бояться, не надо зажиматься в это гетто. Нужно идти, вот как, как эта выставка, скажем, фотоцент пришла, где, в общем-то, основная масса фотографов-то атеисты, а то и антитеисты открытые, то есть постмодернисты. То есть не надо зажиматься, нужно чувствовать себя православным, быть православным. Вот недавно с Владивостока мне позвонил один парень, даже не парень, батюшка, и говорит, ну вам там хорошо, вы там в центре православия, там старцы, а у нас в Владивостоке никого нету. Я говорю, батюшка, так вы станьте старцем. Ну станьте, вот как сказал один хороший писатель, я уже не помню точно, что когда в мире нет сердца, стань. То есть, ну стань первым старцем во Владивостоке, стань настоящим, так сказать, молитвенником. И он так смутился немножко сначала, ну а потом, наверное, все-таки задумается, потому что нам, как и во времена Серафима Саровского, не хватает просто решимости. Когда спрашивали, что нам не достает, чтобы стать такими вровень со святыми первых веков, решимости. Иван Иванович, я знаю, что с этой фотографией связана чудесная история. И сама работа называется «Чудо с подушкой». Расскажите, пожалуйста. Ну история, скорее всего, не чудесная, а поучительная даже. Хотя изображено чудо сфотографировано. На фотографии сфотографировано бывший просворник Данилова монастыря, некий Николай Николаевич. Он воцерковлялся долго и пришел к православию по-настоящему. Достаточно сказать, что он прочищался перед смертью, уже усопший, Царство ему небесное. Практически ежедневно. И жил практически на одних просворах и святой воде. В общем-то, врачи говорят, что он может и умер от этого, потому что печень разложилась, не выдержав, так сказать, такого количества просвора и святой воды. Но на самом деле история была такова. Он получил перелом с шейки бедра и долгое время лежал в больнице. С больницы его забрали к его бывшей супруге, которая атеистка, которая даже йогой занимается и любит телевизор смотреть. А он был молитвенник и жил один, и молился практически круглые сутки. Как он говорил, я просыпаюсь, творю утренние молитвы, уже пора пообедать. Пообедал, уже пора и вечерние творить молитвы. То есть вот таким образом. А в субботу, в воскресенье, естественно, и на праздник он был в храме. И вот когда его сын отвез к матери, Николай Николаевич долгое время терпел, как бесконечно работающий телевизор, эти йога, эти какие-то неправославные образы. И хотя ему там достаточно сыто сжилось, он попросил сына отвезти его на свою квартиру. Сказал, отвези меня отсюда, я лучше в тишине побуду. Не стал ссориться ни с женой, ни с кем. Сын, конечно, сначала обиделся, сказал, с тобой, папа, невозможно. И как ты будешь там жить? У тебя там ничего не будет. Некому за тобой смотреть. Он говорит, ну ничего страшного. Некому за мной смотреть и не надо. Ты мне оставь в святой воды просвор. И сын оставил в святой воды просвор. И на две недели уехал в командировку. Когда он приехал с командировки, то на подушке, в которой спал Николай Николаевич, образовался вот такой проявился крест. К сожалению, Николай Николаевич на этой подушке продолжал спать. Другой бы, конечно, на этот крест молился бы каким-то образом. Но он продолжал спать. Поэтому эта подушка сейчас сохранилась. После смерти он завещал ее мне. Она ко мне пришла. Но уже крест полуистерся. Но все равно святыня осталась. Иван Иванович, я знаю, что здесь, на этой фотографии, изображено место вашей работы. То место, где вы трудитесь уже на протяжении нескольких десятилетий. Расскажите, как создавалась эта фотография и кто эти люди? Вы уже ответили на весь вопрос. Эта фотография создавалась на просворье Данилова монастыря. Фотография пятилетней давности приблизительно. С этих людей уже два человека стали батюшками. Один стал уже начальником просворья в другом месте. То есть у нас в Даниловом монастыре это как бы кузница кадров. Люди готовятся, воцерковляются. И таким образом уходят потом в люди и превращаются в батюшки. Ну а мы, в общем-то, с Аликом вот здесь вдвоем практически все время остаемся. Он уже 27 лет здесь на просворье работает. Я уже 20. То есть когда у меня родился сын, я жил тогда в это время в Сумах на Украине, я пригласил Алика, как старого своего знакомого еще по ВГИКовской поре, приехать стать крестным моего сына. Он приехал, стал крестным. И когда он ехал, он спрашивал, а что тебе привезти? Я ему сказал, ну у нас все есть, так что приезжай и все. Он когда приехал, увидел, как выглядит это наше все есть, он говорит, а не хочешь поехать в Даниловый монастырь заработать сыну на пеленке? Вот я в твое время приехал зарабатывать сына на пеленке, и вот 20 лет я их зарабатываю. Уже сын взрослый, уже сейчас приехал и со мной будет работать на просворье. И таким образом жизнь продолжается. Сам же Алик, вы понимаете, он азербайджанец, воцерковился 27 лет назад, как я уже сказал, у отца Артемия Владимирова. И вот на этой фотографии он уже с сыновьями. Его два сына, они родились в то время, когда он работал на просворье. И теперь они уже работают на просворье. То есть это может быть последняя династия рабочая вообще в России, потому что все разрушено, все династии. Вот у него последняя русская династия, хотя он азербайджанец. Иван Иванович, в завершении нашей программы очень хотелось бы, чтобы вы рассказали об этих удивительных образах. Как создавались портреты наших замечательных современников, таких великих подвижников? Ну, наверное, эти портреты и именно этих подвижников подтверждают то, что фотографией сам по себе является чудо. Потому что, скажем, Илья Ноздрина, духовника-патриарха, я вынужден был фотографировать в маленьком коридоре, буквально на бегу, без всякого практического освещения. То есть один мой знакомый монах Оптиной пустыни держал зонтик, и я сделал всего два снимка. Один раз я сфотографировал, он говорит, ну все. Я говорю, да нет, а вдруг не резко? Он говорит, ну хорошо. И стал второй раз. И эти два снимка сейчас путешествуют по интернету, и, в общем-то, портреты получились замечательные. Если бы я долго-долго выстраивал их как-то, долго-долго думал, как это сделать, я бы лучше не сделал все равно. Поэтому это уже просто чудо, как бы само обстоятельство, чудо того, что Господь привел сфотографировать. Вот получился такой удивительный портрет. Со старцем Иоаниким из Ивановской области история замечательна тем, что когда я ему приехал туда фотографировать, то он сначала спросил, а зачем ты хочешь это сделать? Я не мог ему конкретно сказать, зачем. Он говорит, ну хорошо, фотографируй. Попытался сфотографировать, а фотоаппарат заел. Я потом захожу, он говорит, ну хорошо, тогда я смотрю, у тебя фотоаппарат замерз, постой вот в этом доме, а это было зимой. Я сейчас приду, и я сфотографируюсь. Он в это время принимал людей, отвечал на их вопросы, и иногда заходил в дом погреться. Вот я захожу в этот дом, а все обито вагонкой. Посмотрел на эту вагонку и думаю, ну как старца фотографировать в вагонке, подумать, что я его в бане фотографировал. Потом сижу и думаю, ну ладно, хорошо, я сейчас сфотографирую его здесь, потом сделаем монтаж, где-нибудь в каком-то месте, красивом поместе, может быть даже в храме. В это время вскакивает отец Иоаник, смотрит на меня и говорит, вы знаете, мы здесь фотографировать не будем, мы пойдем фотографируйться в храме. И я понял, что он читает мои мысли, то есть он знает, что я думаю. И тогда, конечно, фотографирование было достаточно сложно, потому что я был очень напряженный, ну вот портрет получился между тем, как мне кажется. Иван Иванович, большое спасибо вам за беседу и, конечно, за ваше искусство. Надеемся, что все больше и больше людей смогут увидеть ваши работы в разных регионах нашей Родины. Спасибо. Будем надеяться, что так и будет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok